Всем привет, ребята! Однажды в магазине я обратил внимание на черные спагетти. Я очень заинтересовался, как же их окрашивают в черный цвет. Ведь обычно спагетти светлые, потому что их делают из муки. А мука, как мы знаем, белая. И вот они, эти черные спагетти. Выглядят устрашающе, правда? Просто как какая-то смола. И оказалось, что окрашивают эти спагетти при помощи чернил каракатицы. Каракатица это такой головоногий моллюск, похожий на кальмара или осьминога. Но у него есть особенность. В случае опасности каракатица выбрасывает порцию густых черных чернил. И таким образом сбивает с толку преследователя. И вот эти чернила люди давно используют. Во-первых, из них изготавливают чернила для письма. Эти чернила называются сепия. Сепия это и есть второе название каракатицы. Вот, кстати, на упаковке написано сепия каракатица. Кстати, кроме черных спагетти с чернилами каракатицы, я купил еще вот такие вот рожки. Тоже написано чернила каракатицы. И посмотрите, как они прикольно выглядят. Класс! А еще я купил вот такие вот интересные рожки. И они трех видов. Смотрите, черные, это с чернилами каракатицы. Красные, это из свеклы. То есть используется краситель свеклы. Ну, а желтые, это без красителя. То есть это все натуральные красители. А еще я купил сами чернила каракатицы. Оказывается, они продаются вот такие вот. Смотрите, в упаковочках по 4 грамма. Видите, две упаковочки. А еще вот такую вот банку на 90 грамм с чернилами каракатицы. Эти чернила продаются для того, чтобы можно было использовать их для приготовления разных блюд. Макарон, там еще чего-то. И, кстати, даже можно добавить в тесто и испечь черный хлеб. Представляете? И сегодня я хочу провести с этими чернилами один интересный эксперимент. Но сначала я хочу попробовать на вкус, какие же они, эти макароны с чернилами каракатицы. И сейчас я их сварю. Варим, как обычные макароны. Доводим до кипения подсоленную воду. Открываем пачку спагетти и берем немного. Всю пачку я варить не буду. Вот столичка сварю на пробу. Бросаем целиком в воду. Спагетти быстро размягчаются и заталкиваем их полностью в воду и дальше варим. Итак, прошло 10 минут. Сливаю воду и выбрасываю спагетти на тарелку. Добавляю ложку масла. Ну что ж, спагетти готовы и сейчас будем пробовать. Вы только посмотрите, как они необычно выглядят, как будто какие-то ненастоящие, черные. Слушайте, класс! Мне не терпится их попробовать на вкус. Кстати, когда они варились, то был такой, знаете, солоноватый рыбный запах. Это, наверное, от чернил каракатицы. Я читал, что они имеют такой морской привкус. Кстати, они посветлели. Посмотрите, спагетти были вот такие вот черные. После варки они стали немного светлее. Итак, мне уже не терпится. Давайте попробуем эту макаронину, какая же она на вкус. Так, ну, слушайте, на вкус обычные макароны. Я вообще не чувствую никакого постороннего вкуса, ничего. Обычные макароны просто нереально необычно выглядят. Кстати, слушайте, кто любит макароны с молоком, если залить сюда еще молока, будет нереально необычное сочетание. Черное с белым молоком. Блин, нужно будет обязательно попробовать. Не, ну, в принципе, вкусные макарошки. Еще бы котлетку или сосисочку. Была бы вообще красота. Ну что же, а теперь давайте попробуем открыть чернила каракатицы в этой банке и попробовать их на вкус, а потом проведем с ними один эксперимент. Итак, открываем. Вау! Смотрите, тупо чернила. Это можно есть. Мне страшно. Ладно, давайте попробуем. Смотрите, реально самая черная краска в мире. Ну, вы видели такое? И самое интересное, я только что прочитал, что это не чистые чернила. Здесь только 40%. Сейчас я вам покажу. Здесь только 40% чернил каракатицы. Остальное там вода, что-то еще добавляют. Это еще не самый концентрат. Ладно, сейчас попробуем. Ребята, я как будто лизнул сырую рыбу. Вот реально говорю. Прикиньте, как будто какая-то красная икра или что-то в этом духе. Но мне нравится, кстати, вкус. Блин, посмотрите, какой черный палец. Это жесть. Я его облизал, он все равно остался черным. А давайте попробуем добавить вот сюда. Зачерним. Вот это уже получается по-настоящему черные макарошки. Кстати, нужно попробовать. Мне кажется, будет вкусно. Оно такое солоноватое, знаете, сейчас. Класс, как будто с рыбой макарошки. Чернила. Короче, ребята, я все съел очень вкусно. Я в шоке просто. Правда, смотрите, какая грязная черная тарелка. Ну, я думаю, это легко отмоется. Ладно, откладываем и сейчас перейдем к нашему эксперименту. Итак, я подготовил 10 литров воды, то есть по сути целое ведро. И сейчас мы проверим, сколько капель чернил каракатицы потребуется, чтобы закрасить ведро воды в черный цвет. Поехали! Итак, для начала нам нужно набрать в пипеточку чернила каракатицы. Я надеюсь, они наберутся. Да, набираются, правда, очень-очень медленно. Ну, что-то там набралось полпипеточки. Смотрите, какие они черные. Это жесть. И сейчас будем капать в воду. Итак, капаем одну каплю и смотрим, что же произойдет. Так-с, бэм-с, ой, вы видели, она упала вниз, это жесть. Смотрите, капля не растворилась, она упала такой целой штучкой, как кусочек смолы. Давайте попробуем ее как-то размешать вообще. Что это происходит? Почему оно не растворяется в воде? А, нет, пошло как-то растворяться, но что-то какие-то хлопья. Что происходит? Я не понял, почему оно не растворилось в воде? Эксперимент пошел не по плану. Ладно, давайте еще несколько капель. Это будет у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, давайте 7 капель на 10 литров воды. И попробуем это дело размешать. Давай-давай-давай, размешивайся. Почему-то хлопьями идет, смотрите. Хотя нет, вода чернеет, ребята, вода чернеет не так быстро. Наверное, потому что эти чернила, они не чистые, они с какой-то добавкой, которая их загущает. И поэтому такое происходит. Так, это 7 капель, ребята, смотрите. Всего лишь 7 капель каких-то несчастных на 10 литров воды. Смотрите, она уже черная, я в шоке. И чтобы вы понимали, там еще не все растворилось. Там еще какие-то хлопья немного. То есть я как-то даже поспешил. Я думаю, что даже 3 капли, если полностью растворить, то зачернят целое ведро воды. Вы представляете, насколько они черные? Насколько вообще удивительно, что природа может создать такой черный краситель, представляете? Вот это да, какая-то каракатица обладает такими необычными способностями. Крутяк, просто ведро черной воды стало. Представляете, сколько воды может зачернить просто одна каракатица, когда выпустит целую дозу. Я думаю, целый бассейн воды станет черным. Вот это да. А давайте сделаем так. Я заново набрал 10 литров воды. И сейчас мы узнаем, что может сделать одна капля. Итак, капаем одну единственную капельку. Вот она. Сделаем так. Наберем водички сюда и попробуем тщательно размешать эту каплю. А потом забросим это все обратно в 10 литров. Так, ого, здесь уже чернила. Сейчас мы узнаем, что может сделать одна капля чернил каракатицы с ведром воды. Так-с, размешал уже по максимуму и выливаем. Вау! Смотрите. Ну, конечно, одна капля не зачернила. Давайте вторую каплю. Выливаем вторую каплю. О, уже почернее. А это третья капля. А вот четвертая капля. Ну, в этот раз практически черная вода. Короче, ребята, мы узнали, что 4 или максимум 5 капель чернил каракатицы могут зачернить 10 литров воды. Вот так вот. Вот такой вот получился эксперимент. Получается, мы узнали, что чернила каракатицы это одно из самых мощных натуральных черных красителей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поддержите лайком и напишите в комментариях что-нибудь. Например, пробовали ли вы черные макароны с чернилами каракатицы? Я уже пробовал. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok